друзья мы счастливы вас в очередной раз приветствовать на канале компании сплав мы собственно находимся в недрах главного магазина на улице кечерская 16 город москва именно главный центральный магазин компании сплав у нас сегодня очередной ликбез и очередной обзор то есть обзор потому что мы будем говорить про конкретное изделие а ликбез потому что мы не ограничимся рамками этого изделия немного пробежимся по концепции использования ликбез и обзор что мы сегодня 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 мы говорим о комплекте шторм это куртка и брюки соответственно комплект шторм это комплект мембранной одежды это полноценный hard shell так называемый то есть это трехслойная мембрана довольно таки прочная нейлоновая внешняя ткань это конструкция адаптированная для вооруженных профессионалов как ни странно звучит что самое интересное и можно сказать наверное ключевое в этом то что этот комплект разработан опять же с учетом носки и он в тяжелых условиях да со снаряжением и экипировка то есть опять же вся конструкция заточена по то чтобы какие-то элементы этой одежды не мешали вашему снаряжению экипировки например карманы до которым даже и за нас будет надет плитник либо бронежилет все равно доступ кармана будет все равно открыт да 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 они не будут перекрываться камербандом бронежилета они вот будут они поднята высоко и все равно ведь ним можно будет получить доступ значит далее все молнии на этом комплекте тракторные то есть вот такая вот брызгозащищенная тракторная молния чем эти молнии хороши и отличаются от витых молнии ну во первых как бы они крупные и и связи с этим даже в холодных каких-то условиях или когда допустим молния обледенела она легко и спокойно открывается а второй немаловажный нюанс по этим молниям тракторные молнии по статистике по статистике попадают в ремонт намного речи молнии витые витые такие которые модные красивенькие да да еще одна немаловажная особенность данного комплекта это усиление то есть комплект можно сказать комбинированный то есть основная ткань и ткань усиленная то есть если основная ткань это стопроцентный нейлон 189 грамм на метр то усиление сделаны из трехсотой кордуры 210 примерно грамм на метр но они не нашиты сверху дабы не создавать большой толстый пакет несколько тканей это точно так на ткани усиление нанесена точно такая же мембрана как она снова говоря вот этот элемент усиления это не элемент нашиты на ткани основную а это кусок который отдельный грубо да 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 также ламинированные мембраны для точно также на весна усиления они не вентилируются не хуже чем основная да именно этого мы и добивались чтобы скажем так везде было покрытие одной толщины наверное что ли если так можно сказать вопрос да смысл в чем этот ты сказал вначале что данная куртка данный комплект ориентирован на военных профессионалов и я так понимаю если мы берем вот этот комплект многослойный многоуровневой одежды от компании сплав то данный комплект входит как бы в него ну в данный вот этот комплект но 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 если мы берем классические комплекты пкву и кваксes vk богока по там шестой слой 6 слой а это это конкретно влагозащитное изделие даты влага защитный комплект шестой слой он шестой слой в этих комплект и включает за влага защиту защита от сильного дождя проливного проливного дождя то в данных комплектах вот этот 6 слой он выглядит в виде слоя не полноценные курки и брюк а скорее такого, знаешь, как шуршины раньше были, которые просто на себя по-быстрому одел и все. То есть здесь вот мы видим именно полноценную куртку и полноценные брюки. Это сознательно вы делали? Да, это было сделано сознательно. То есть еще раз повторюсь, как Александр уже сказал, это не шестой слой как таковой. Но, опять же повторюсь, в нашей линейке он занимает именно вот эту нишу. А почему было сделано так? То есть концептуально это шестой слой, но конструктивно это не слой. Конструктивно это отдельные брюки и отдельная куртка. Конструктивно. Концептуально шестой, конструктивно нет. Именно так. Штука в чем? Соответственно, наши замечательные военные, и не только военные, шестой слой в том виде, в котором он существует в западных образцах каких-то, они его недолюбливают по одной простой причине. Это малая прочность. Да, да, да. То есть он очень быстро выходит из строя при активном использовании. А вот трехслойная, допустим, мембрана, то есть полноценный хардшелл, он в этом... Как Эквакс-1 или Апекс? Как первый комплект Эквакса, либо как комплект Апекс морской пехоты? Близко к этому, скорее всего. Вот я бы с ним его, например, сравнил. Вот, то есть он более прочный и, соответственно, дольше служит при, скажем так, ну, относительно недешевой цене. Как бы наши, как военные, так и другие люди, которые пользуются, скажем так, мембранными вещами, они не готовы, скажем так, за какой-то менее прочный комплект платить примерно те же деньги. Потому что мембрана дело дорогое. Мембрана, какие характеристики мембраны? А, значит, здесь стоит полиуретановая мембрана 10 на 10. 10 пара, 10 вода. Ну, по моему опыту я могу сказать, что если мы говорим про военное использование, тяжелые условия эксплуатации, да еще и взаимодействие с экипировкой, то есть у нас поверх куртки, скорее всего, так как это полноценная куртка, у нас и снаряжение, и рюкзак, все у нас будет одеваться поверх куртки. И, соответственно, вот эти 10 тысяч, это минимальный порог, который нам нужен для того, чтобы она эффективно противостояла влаге. Я, с твоего позволения, расскажу про личный опыт быстро. Да, конечно. Потому что я есть владелец куртки, не комплекта, куртки Шторм. У меня куртка Шторм, она уже более полугода, вот как раз я в ней ходил осенью. В ней я, собственно, и пришел сюда, в куртке Шторм, потому что за окном погода, она как раз под Шторм попадает на 100%. Первое, что я хочу сказать, водонепроницаемость на высоте. Под сильный дождь попадал, держит без проблем, дождь не течет, не промокает, все, то есть с точки зрения водонепроницаемости справляется на 100%. Очень удобный капюшон, регулируемый, он у нас и по валу лица, и по величине, ну как это правильно сказать, в двух, короче, он изменился. По объему. По объему, да, по валу лица и по объему он регулируется. Кроме того, у него полужесткий козырек, который можно отформировать, так, отформовать, так, как вам надо. Швы, ну мы вот это, знаете, про вот это не говорим, там швы проклеены, это само собой разумеется, да. Следующий момент, который я хотел бы обратить внимание, это для всех мембранных изделий характерно. В погоне за водонепроницаемостью мы теряем паропроницаемость. То есть дышимость, вот это слово дурацкое, но оно всем понятно, дышимость мембранных вещей, это такое, знаешь, как тот суслик, который его не видно, он вроде есть, но его не видно и не чувствуется. Ну, грубо говоря, как только высокий актив мы начинаем какой-либо давать в мембранных вещах, мы начинаем потеть, выделяется, она не справляется с влагоотведением. Это неизбежно. Вот, это неизбежно. Но, друзья, я здесь хочу сказать, что, зная, что это неизбежно, специалисты компании «Сплав» решили этот вопрос кардинально, сделав могучего размера, могучего размера, подмышечные молнии, вот такие вентиляционные клапана, могучейшего размера. Я скажу, что как только у нас повышается актив, эта молния расстегивается, причем она не перекрывается ни рюкзаком, ни бронежилетом, ничего, чтобы на вас было одето. Соответственно, эти молнии расстегиваются и под одежное пространство начинает прекрасно вентилироваться, при этом они расположены таким образом, что если мы уж там не будем совсем там руки задирать высоко, даже в случае сильного дождя с ветром, туда нам ничего не попадает. То есть мы как бы вентилируемся, но при этом защищены от влаги. То есть великолепная, то есть мы имеем что? Великолепную водонепроницаемость, хорошее вентилирование за счет конструктивных элементов, за счет комбинирования свойств мембраны и конструктивных элементов. И при этом немаловажным является аспектом, друзья, в чем смысл было конструирование именно слоя в многослойных комплектах одежды. Военнослужащий обязан это носить на себе. Он обязан, этот шестой слой, ну как бы подразумевается, то, что все эти слои он пакует и несет. И, соответственно, это был слой. Почему? Потому что слой гораздо меньше при упаковке, гораздо меньше, чем куртка, занимает место. В этом была идея слоя. Но я хочу сказать, несмотря на то, что данная куртка, вот эта, она куртка, полноценная куртка, а не слой, я могу сказать по собственному опыту, что она, в принципе, пакуется весьма, ну, компактно. Это я вот ее не паковал, это я вот свернул ее на ваших глазах буквально раз-два. И она, я скажу, ну, места занимает немного. То есть ее можно еще гораздо сильнее запаковать. Нам в боковой карман рюкзака она войдет, а вплоть до того, что если ее нормально скрутить, она войдет даже в коврик. Например, если вы используете каремат круглый, ну, не раскладной, а не гармошку, а сворачиваемый. Например, размещаете его под клапаном рюкзака, в нем остается внутри отверстие. Вы можете эту куртку свернуть таким образом, что вы его засунете туда, прям в каремат, для того, чтобы она была в немедленном доступе. То есть водонепроницаемость, вентилирование и пакуемость. Все на высоте. К сожалению, я не могу, про куртку мы, я думаю, сказали достаточно. Про штаны я, к сожалению, ничего сказать не могу, потому что у меня их нет. Поэтому давай ты расскажи. Я пока ты говорил, я их помасал в руках, я хочу сказать, что могучее усиление я вижу. Это однозначно. На ключевой, на ключевой точке, ну, в смысле, на пятой. Ну, пятая точка – это больное место всех практически брюк. То есть, допустим, лес, большое дерево, на вас большой груз, вы не будете его перешагивать. Вы на него сядете и на пятой точке развернетесь в противоположную сторону. Поэтому действительно здесь, ну, могучее. Практически на всю пятую точку площадь усиления как такового. Значит, потом усиление, опять же, если мы уже начали про усиление, на внутренней стороне по низу брюк. Где она трется? Именно в том месте, где друг от друга они трутся. Ну, и колени, соответственно. Плюс немаловажный такой нюанс, который стоит отметить в этих штанах – нет боковых карманов. Боковых карманов нет, но… Отказались какие-то. Это вентиляционный. Есть вентиляционный клапан, через который, в принципе, при желании можно залезть в боковой карман штанов. Но, так как это все-таки полноценные брюки, здесь добавлены грузовые карманы. То есть, все то, что вы не положите во внутренние брюки, в карманы, вы можете положить во внешние карманы ваших лагозащищенных брюк. Опять же, ну, почти как на всех наших изделиях военного назначения – это высокая спина. Здесь микрофлиз для вашего удобства. Комфорта. Плюс петли для крепления подтяжек, если это вам необходимо. Последний нюанс – это по низу брюк сделаны молнии для удобного надевания на объемную обувь. Соответственно, по низу все это страхуется кнопкой для того, чтобы при каких-то нагрузках у вас не разошлась молния и брюки не раскрылись. Вот. Вкратце как-то так. Чтобы я еще отметил, друзья, это немаловажный, на самом деле, аспект, а очень важный – крепление подтяжек. Я объясню, почему. Если мы говорим про военное применение, в настоящий момент разгрузочные пояса очень развиты. То есть, люди, практически все, используют разгрузочные пояса. Разгрузочный пояс очень часто конфликтует с брючным поясом. То есть, грубо говоря, если у вас есть брючной пояс, брючной ремень, ремень, брючной ремень, и разгрузочный пояс, одеваемый сверху, с ним начинает конфликтовать. И, соответственно, брюки, которые имеют шлевки под подтяжки, в этом плане очень хорошо выручают. Почему? Потому что подтяжечки мы подняли, пояс, брючной, она, получается, не нужен. Мы сверху разгрузочный пояс без проблем надеваем. И он никак у нас не конфликтует. Поэтому вот то, что есть шлевки под подтяжки, это на самом деле для военного использования довольно важно. Ну, собственно, я думаю, что мы достаточно сказали. Я могу сказать одно, что как владелец куртки, я один только выделяю минус. Один у нее есть минус. Она бывает только вот такая. Ну, только в таком цвете. Нету, это будет вопрос. Я вот сейчас это сказал, но внизу будет вопрос. Когда будет в мультикаме? Когда будет в атаксе? Ну, это будет два вопроса. Мультикаме в атаксе. Когда будет мультикаме в атаксе? От сложности просто с именно правильным цветом и правильным рисунком камуфляжа. И при сохранении качества основной ткани. Конечно. То есть первое, на что мы обращаем внимание и стараемся это поддерживать, это именно качество. То есть прочность в сочетании с функционалом. Друзья, смысл просто в том, что нет, на самом деле, я думаю, что сейчас в условиях современного промышленного производства, развития легкой промышленности, особенно в дружеских странах и так далее, нет проблемы, я думаю, заказать, чтобы ее покрасили в какое-то подобие мультикаме. Потом эта куртка появится на полке в магазине и придут люди, спросят, что это такое вообще, скажут. Поэтому подобие здесь совершенно не нужно. Просто пускай она будет в Оливье. Кому надо, тот купит в Оливье. Кому не надо, но, друзья, ждем. Поработаем. Ждем, надеемся и верим. Спасибо. Я думаю, достаточно вы получили информацию для того, чтобы определиться с выбором. Сам я что могу сказать? Я считаю, что куртка, прямо я горячо рекомендую, потому что она у меня есть. Брюки, мембранные, это такая вещь, знаете, которая уже не всем нужна. То есть она уже нужна, исходя из условий эксплуатации. Для некоторых они представляют необходимость, для некоторых брюки не представляют. То есть я могу сказать по своему опыту, у меня есть комплект Apex. И у меня был комплект шестого слоя Equax Gen 3 оригинальный. Я могу сказать, что куртку я использовал гораздо чаще, чем брюки. Ну, то есть у меня был комплект всегда, но брюки я использовал прям редко-редко. Я, как правило, использовал куртки. Куртку, мембранные ботинки хорошие и гамаши. Этого, в принципе, хватало. То есть брюки используются как бы реже куртки. Поэтому я куртку прям вот настоятельно рекомендую, а брюки уже смотрите сами. Александр, могу возразить, что происходит на самом деле. Человек покупает себе куртку, думая о том, что брюки ему не нужны. Но в итоге примерно, ну, в 70% случаев он приходит за брюками. Ну, это же хорошо, в конце концов. Это же прекрасно. Поэтому приходите за курткой, а потом за брюками. Мы не только против, мы только за. Друзья, экипируйтесь грамотно. Не мокните, оставайте здоровыми и веселыми. И до пребыва с вами сила. Пока.